Родители выпускников сели за парты, чтобы сдать единый государственный экзамен. Условия написания такие же, как у ребят в конце учебного года. Пункты сдачи развернулись практически во всех муниципалитетах. Проходите, распишитесь. Обработка рук, измерение температуры, вход только в масках и при наличии паспорта. Обязательно проверка на наличие запрещенных предметов. Телефонок, гаджетов, шпаргалок. Запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Никаких послаблений. Взрослые пишут единый государственный экзамен по русскому языку. Единственное отличие от выпускного ЕГЭ – сокращенный вариант заданий. Время для выполнения – один час. Взрослые волнуются, как дети. Очень хочется на себе прочувствовать, по крайней мере, психологически и морально, что это такое. Сразу накатывает волна страха и паники. Перед тобой белый лист, и ты просто теряешься сразу. Даже задания тебе еще не выдали, тебе уже нервное напряжение сказывается. Честно говоря, не было времени готовиться совершенно. Школьники сдают ЕГЭ уже почти 20 лет, но ежегодно появляются какие-то нововведения. Такие пробные экзамены для взрослых помогают понять, что при хорошей подготовке выполнить задания не так уж и сложно. Раньше было проще название, например, синтаксический разбор, разбор слова, разбор предложений по частям речи. А сейчас, соответственно, это называется морфологический, синтаксический. То есть используются такие более научные слова, которые, в принципе, можно было заменить простым русским предложением. И поэтому возникает у родителей страх. С каждым годом родителей, желающих проверить свои силы, становится все больше. После этого легче настроить детей на экзамен. Основные единые государственные экзамены для выпускников начнутся 31 мая. Татьяна Трофимова, Владимир Синдеев, Республика.